Новобудовли, стадион, адрамонтованные дороги. Добруш сустракает усих пригожим и доброупорадкованным. За опошний час райцентр вельми изменился. И это радует, бо комфортными повинны быть усе населенные пункты. На самых важных будовничных пляцоках Добруша побывала Марина Северянова. Литерально на уезде у Добруш протягивает будоваться микрорайон. Первый дом был сдаден около 10 лет тому. Опошний появится в наступном. Максим Александрович, расскажите, пожалуйста, насколько активно ведется строительство в Добруша и районе, и вот об этой площадке, на которую мы приехали. Каждый год мы вводим в эксплуатацию по одному многоквартирному жилому дому, согласно графику. Микрорайон у нас начался в 2010 году. На данный момент построено 15 домов. Различные планировки. Трехкомнатные квартиры, двухкомнатные, однокомнатные есть. 30 квартир, 45, 60 в доме для разных категорий граждан. Социальные, арендные и также 240 указ. Это многодетные. Самый новый дом, 15-й по лику, был сдаден на початку красовика. Усе 40 квартир отримали шмодетные семьи. Кошт квадратного метра у новобудовли – 1300 рублей. Это с ремонтом. Без 1250. На сегодняшний день строится еще одна позиция – 17. Это 40-квартирный многоквартирный дом, который будет введен в ближайшее время. Также еще планируется один дом с поддержкой Китайской народной республики. Он запланирован на следующий год, на 22-й. И наш микрорайон будет закончен тогда, когда построится последний дом, чтобы увязать и получить законченную картину. А дом, на котором сейчас ведется строительство, он в этом году будет сдан или в следующем? Мы прикладываем все усилия, чтобы сдать в этом году, но, возможно, погода нам не даст закончить качественно работы. Поэтому он перенесется на следующий год. И этот дом для кого предназначен? Здесь 30 квартир строится по 240-му указу, 10 квартир арендная. Максим Александрович, вы сказали, что самый последний дом, который завершит строительство этого микрорайона, он будет построен с технико-экономической помощью Китайской народной республики. Это первый опыт в районе? Нет, это второй дом. Первый дом строили в прошлом году, 30-квартирный. Он находится немножко дальше. Тоже с этой поддержкой. А кто в нем живет? Это социальный дом. В основном там люди, которые... Сироты, да? Сироты, сироты, да. Максим Александрович, скажите, пожалуйста, есть ли в Добрыши еще площадки, подобные этой, такие же большие, где можно начать строительство, либо осталась возможность только для точечной застройки? На данный момент у нас нет такой площадки. Мы прорабатываем вопрос открытия нового микрорайона. Точечная у нас есть. Уже в этом году мы делаем проектно-сметную документацию. Два места это в центре города у нас будет 30-квартирный жилой дом. В самом центре строится. И также будет многоквартирный, многосекционный дом строится возле Евроопта в Добрыши на улице Московской. Вот она – пляцовка для будущей новобудовли, которая заявится в центре Добрыша. Это будет первый в районе электродом. Его начнут будовать в наступном году и до зимы плануют сдать. А вот тут участок на улице Московской, где худка будет еще одна шмат поверховка. По коль же тут стоит приватный дом, который доведется снести. Господа уже ведут, что их чекает новоселье. Здесь мы планируем застроить этот участок. Здесь у нас будет двухсекционный большой дом на 100 квартир. Первая позиция – это 40 квартир, вторая – 60. Здесь дома попадают под снос. А в основном это все не жилое, только единственный дом жилой. Здесь построим две позиции дома. Сделаем благоустройство. У нас здесь запланирована очень большая площадка детская за домом. Дорожки будут, зона отдыха синевая для родителей. Будет здесь очень уже, скажем, удобно людям. В Добрышском районе у поляпшени жильевых умов мают потребу свыше 1600 человек. Большая часть – это молодые семьи, коле 130 – шмодетные. Дорожки половозы их зараз будуют приватные домы, те удельничея в будовнистве долевых шмат поверховок. Усе под обязанности глядите в программе «Великая будовля». Новый выпуск выйдет в эфир 28 листопада в 19.45 на Беларусь-4. Марина Северьянова, Сергей Камко, телерадио «Компания Гомель» с Добруша.